Нашли знакомого? Тебя нашли. Ну-ка, покажите. Это прям вы. Так если я с 80-го года в клубе туристов. Софья Леонидовна не может сдержать слез. Женщина волнуется, вглядываясь в фотографии, представленные на стендах, оформленных по мотивам походов участников турклуба «Полюс». Эта выставка ненадолго появилась в центре туризма «Соликамский горизонт». Меня переполняют эмоции. У меня на глазах слезы, счастье, встреч. Потому что здесь все, вот слово «старое» не люблю, которые любили и любят, и до сих пор ходят, и мы ходим до сих пор, любим этот вид отдыха, туризма. До сих пор мы дружим, у нас такая единая семья, и встречаемся, и завтрашний праздник, 27 декабря, этот для нас святой. На этой выставке 25 стендов с фотографиями, плюс альбомы, методические материалы турклуба «Полюс», элементы туристского снаряжения и многое другое. Вот это я. Здесь присутствует Сережа Кузнецов, здесь Нина Козлова, вот это мы стоим. Ой, боже мой, боже мой. Это, понимаете, еще что, это все своими руками сделано. Ничего себе. По ночам собирались в клубе «Полюс». Был подвальное помещение, клеили. Софья Леонидовна не зря вспомнила Нину Козлову. Эта женщина является одним из самых активных участников турклуба «Полюс» со дня его основания. Были в клубе постоянно, постоянно. Очень нравилось встречаться с людьми. Югень, проводников, воротников. Ну, молодцы, молодцы. Сейчас мы видим фотографии, стенды и все вот это благодаря. Ну, конечно, это очень мало, но то, что сейчас мы встречаемся с людьми, некоторые принесут фотографии, там что-то вспомнить. Потом, значит, поговорить, самое главное, увидеться. Суть выставки, посвященной деятельности клуба «Полюс», показать, как в советские годы развивалось туристическое направление. Напомним, Соликамский клуб «Полюс» действовал с 1965 года до середины 90-х годов прошлого века и входил в пятерку лучших турклубов Советского Союза. Руководил им Юрий Ефимович Юдин, тот самый выживший десятый участник экспедиции Игоря Дятлова. Все представленные на выставке экспонаты собрал ветеран Федеральной службы исполнения наказаний Владимир Олегович Коберес, который также известен соликамцем как поэт, прозаик и коллекционер. Как меня газета «Городок» обозвала, когда проходила выставка коллекционеров. Самый богатый коллекционер Соликамска. У меня под 20 тысяч экспонатов разных направлений. Как любитель истории и хранитель исторических предметов, узнав о том, что из бывшего помещения турклуба «Полюс» стали все выбрасывать, чтобы свести на свалку, я прилетел и что смог – собрал. И не просто собрал, а восстановил и отреставрировал. Владимир Олегович занимается коллекционированием с 2007 года. Добавим, до 27 сентября включительно познакомиться с экспонатами можно в Центре туризма «Соликамский горизонт» в Боровске. А дальше? У меня на даче в ретро-музее, неофициальный музей. Я приглашаю, ко мне приходят, пишут отзывы в книге отзывов. Посмотреть полностью выставку, посвященную деятельности клуба «Полюс», можно по адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Поздравляют с предстоящим Днём туризма всех причастных Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль-ТВ».